В Москве сегодня награждали людей, способных за двое суток справиться с проблемой на решение, которое обычно уходит месяцы. В столице объявлены победители конкурса IT-специалистов «Цифровой прорыв». Репортаж Александра Евстигнеева. Движение «Символ» за рамками этого зала гарантирована волна новых разработок. Такое количество интеллектуальной энергии не удержать, как большой взрыв. Здесь в финале самое перспективное, что есть в российской сфере IT. Президент среди пяти новых национальных целей одну целую под вас отвел цифровую. Но самое главное, вы должны запоминать, в центре должен быть всегда человек, его интересы. Вы должны делать все, чтобы делать жизнь человека комфортнее, безопаснее, интереснее. «Цифровой прорыв» — это не просто теоретически удачные проекты. Это готовое решение, под ключ. Крупнейшие российские компании, министерства ставили проблемы, участники решали их за 48 часов. Мозговой штурм. Например, вот, полное погружение в англоязычную среду, дополненная реальность. Искусственный интеллект не только учит и общается, даже корректирует акцент. Это то, чего обычно так стесняются новички, изучающие язык. А эта команда математически просчитала угрозы заболеваний сердца. На основе немедицинских данных. Работа, образ жизни, семья. Еще одни финалисты проект — электронная подпись. Для почты это 120 тысяч сэкономленных листов бумаги в месяц, как минимум. «Конечный пользователь этого продукта, в идеале, любой гражданин России, который сможет с помощью Почты России, с помощью нашего инструмента, принимать юридически значимые решения удаленно, не ходя больше в почту». И таких нетривиальных задач здесь десятки. Правительство готово софинансировать до половины стоимости самых удачных проектов. «Айти-решения, современные команды, способные быстро и оперативно находить такие решения, востребованы сегодня и везде в мире, и у нас в России как никогда. А это значит, что у вас есть прекрасные возможности реализовать свои знания, свой талант, быть успешными и быть крайне важными и полезными и для своей страны, и для каждого человека, который живет в нашей стране». Каждый из участников уже оставил свой цифровой след, по которому его могут найти потенциальные работодатели. Ведь цифровой прорыв — это и хедхантинговая платформа, своеобразный кадровый резерв. И получается, что все участники цифрового прорыва уже сделали себе карьеру в кратчайшие сроки. Буквально с нулевых стартовых позиций они стали самостоятельными, весомыми единицами огромной российской Айти-отрасли. Причем разговаривающими с крупными корпорациями и с государством на одном языке — языке программирования. Александр Евстигнеев, Азат Атагонов, Олег Соловьев, Максим Щепилов, Вести. 75-летний юбилей сегодня отмечает один из самых любимых советских и российских организаций.